Уважаемый Карим Кашемканович, уважаемый член правительства, в рамках дня индустриализации глава государства дал четкие указания по развитию массового предпринимательства, стимулированию сельской кооперации, развитию системы ирригации и орошения, обеспечению доступным жильем населения для развития трудовой мобильности, реализации индустриально-мационных проектов, замещению дорогого импорта. По озвученным направлениям поручено использовать возможности банка второго уровня, облегчить получение стартового капитала, расширить микрокредитование, выработать четкий механизм реализации программ с определением эффективных операторов по каждому из направлений. В этой связи Министерством национальной экономики совместно с государственными органами предварительно проработаны следующие вопросы по микрокредитованию и развитию массового предпринимательства. На сегодня за счет всех источников в стране выдается более 556 тысяч микрокредитов на сумму 120 миллиардов тенге. Из них на предпринимательские цели выдается 138 тысяч микрокредитов на сумму 64,6 миллиардов тенге. При этом 98% всех микрокредитов предоставляются в городах. Это то, что предоставляется частным секторам. Микрокредиты в качестве государственной поддержки предоставляются в рамках программ «Дорожная карта занятости-2020», «Дорожная карта бизнеса-2020». Есть аналогичные инструменты в программе «Агробизнес-2020». И в основном все они сконцентрированы на реализацию программ микрокредитования на селе. В крупных городах микрокредиты по государственным программам не выдаются. Всего в рамках ДКБ-2020 и ДКЗ-2020 в 2015 году за счет государственных ресурсов было выдано 6400 микрокредитов на сумму 12 миллиардов тенге. Хотим отметить, что направление микрокредитования в этих программах зачастую дублируют друг друга. На селе и в городе нет единого оператора. К сожалению, не ведется мониторинг результативности. К примеру, по инструментам, реабилизуемым в рамках ДОМУ, по субсидированию, по гарантированию малого и среднего бизнеса, есть четкая статистика. Мы четко имеем возможность видеть, сколько рабочих мест создано, сколько продукции выпускается, сколько налогов выплачено в разрезе каждого субъекта, который был поддержан. По микрокредитам такой полной статистики нет. Есть данные по количеству выданных, новых и на цели. Но какая результативность этих мероприятий, мы сегодня такой информацией не владеем и считаем, что это должно быть выправлено. В свою очередь, в рамках программы Дорожная карта занятости 2020 мы хотели отметить, что 90% всех микрокредитов выдается на сельское хозяйство. В этой связи данный инструмент, на наш взгляд, целесообразно было бы скорреспондировать с новой сельскохозяйственной политикой, которая была поддержана главой государства по предложению Министерства сельского хозяйства. С учетом поручения главы государства предлагается 1. Расширить микрокредитование в городах, где имеется избыток трудовых ресурсов и очень большой приток молодежи из сельской местности для того, чтобы они имели возможность начать предпринимательскую деятельность. 2. Задействовать инфраструктуру банков второго уровня и микрофинансовых организаций путем обусловленного размещения кредитных средств. 3. Четко определить операторов по микрокредитованию на селе в рамках программы «Агробизнес-2020» и «Дорожная карта занятости 2020» и в городах через фонд развития малопредпринимательства «Дому». На базе «Дому» запустить программу гарантирования микрокредитов с внедрением ясной системы мониторинга поддержанных проектов. Вы знаете, что сегодня для малого и среднего бизнеса действует программа гарантирования. Она позволяет многим начинающим предпринимателям свой бизнес запустить таким образом, получить кредит в банках второго уровня. Мы считаем, что для микрокредитов, особенно для молодежи, которые начинают свой бизнес, такая же программа могла бы быть запущена. При этом микрокредитование предпринимательской деятельности на селе предлагается по поручению главы государства акцентировать на вовлечении личных подсобных хозяйств в систему сельхозкоопераций, а также созданию инфраструктуры вокруг этих кооперативов по сбору заготовки молока, продукции растеневодца, мяса. Для получения эффекта массовости необходимо микрокредитование на селе в целом совместить с программой, которая предлагается Министерством сельского хозяйства. Мы же считаем, что для того, чтобы запустить массовое предпринимательство, необходимо увеличить объемы микрокредитов в городах. Сегодня они у нас, как я уже сказал, в государственных программах никак не финансируются. И предлагаем рассмотреть возможность увеличения выдачи микрокредитов в городах до 50 миллиардов тенге ежегодно, а также предусмотреть ресурсы в размере 8 миллиардов тенге, которые позволят обеспечить систему гарантирования. Это все рабочие предложения, которые мы хотим отдельно у вас обсудить. Это позволит, по нашим оценкам, поддержать свыше 10 тысяч бизнес-проектов молодых начинающих предпринимателей, в том числе и в городах. При этом считали бы важным поручить Акимам регионов софинансировать данные программы, которые будут реализовываться конкретно на местах. Кроме того, хотели бы вас проинформировать об исполнении вашего поручения по арбитражу между различными инструментами государственной поддержки. Конкурирование инструментов мы видим при удешевлении стоимости кредитов, осуществляемых в рамках программ «Дорожная карта бизнеса-2020» и «Агробизнес-2020». У нас есть конкретные предложения, которые мы также хотели бы на ваше рассмотрение в рабочем режиме ввести и для того, чтобы принять окончательное решение. В целом, по обеспечению доступным жильем, в целях кардинального решения жилищных вопросов глава государства поручил построить не менее 1,5 млн. квартир в течение 15 лет через механизмы арендного жилья без выкупа и системы жилстроисбережений. Для достижения поставленной задачи глава государства определил единого оператора – это АО «Нух Холдинг Беттирек» с дочерними организациями АО «Казахстанская ипотечная компания» и вовлечение жилстроисбербанка для обеспечения выкупа кредитного жилья. Арендное жилье без выкупа будет предоставляться наиболее социально уязвимым слоям населения, а также для повышения мобильности передвижения рабочей силы внутри Казахстана с тем, чтобы способствовать трудовой миграции из трудоизбыточных регионов в те регионы, где есть недостаток рабочей силы. Хочу отметить, что в рамках поручения главы государства 10 февраля текущего года уже начата работа по реализации арендного жилья, правда, с выкупом. На эти цели на 2016 год выделено 53 миллиарда тенге. Есть возможность изменить целевую направленность начатого строительства с арендного жилья с выкупом на арендное жилье без выкупа. Для этого будет необходимо внести изменения в протокол Совета по управлению национальным фондом с тем, чтобы обеспечить строительство жилья без выкупа. И тогда у нас будет пул жилья, которым мы можем оперировать, начиная с 2016 года, для повышения трудовой мобильности населения. В свою очередь, для строительства кредитного жилья будет использоваться стимулирование инструмента жил-строй-сбережения на базе жил-строй-сбербанка. Сейчас с нами готовится соответствующая программа по вашему поручению. Карим Кожимканович, мы также будем готовы на следующей неделе уже конкретно ее презентовать со всеми инструментами. Третье. По финансированию потребностей проекта в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития. В рамках актуализации ГПР на 2015-2019 годы в целом потребность механизма господдержки составляет 1 триллион тенге, из которых сегодня в бюджетной комиссии поддержано порядка 600 миллиардов тенге. Считаем, что для обеспечения ГПР финансирования инвестиционных проектов можно использовать предыдущий положительный опыт, когда совместное фондирование за счет средств Национального фонда, привлеченных средств и собственных средств холдинга «Батерек» позволило ввести проекты в 2016 году на сумму более чем 220 миллиардов тенге. Также в рамках этих механизмов были поддержаны программы по поддержке экспортеров и лизинга, что позволило экспортировать, подписать экспортные контракты на сумму более чем 187 миллиардов тенге и тем самым повысить долю несырьевого экспорта в экспорте продукции Республики Казахстан. Считаем, что при распределении лимита финансирования 2017 год по программе Нурлужол можно было бы рассмотреть эти суммы, а также в рамках уточнения бюджета сейчас с нами совместно с отраслевыми органами ведется проработка, которую мы также вам окончательно внесем. По развитию системы ирригации и орошения в целях восстановления дренажной ирригационной системы орошаемых земель в июне текущего года принят совместный план между Министерством сельского хозяйства и Министерством национальной экономики, который рассматривает привлечение средств Исламского банка развития и Европейского банка развития под госгарантию на реализацию проектов на общую сумму 106 миллиардов тенге. Вчера на совещании в Казлардинской области, Карим Кожемканч, вы все эти вопросы рассмотрели, уже в этом году мы планируем приступить к реализации проекта в четырех областях, это Южно-Казахстанская область, Алматинская, Жамбылская, Актюбинская область, что позволит уже в этом году начать восстановление орошаемого земледелия на более чем 183 тысяч гектарах земли. По развитию коопераций среди личных подсобных хозяйств, вы также вчера во время поездки в Казлардинскую область все эти вопросы рассмотрели с аграриями, мы считаем необходимым уже в этом году рассмотреть возможность финансирования этих мероприятий.